Убил? Нет, все отлично. Сколько раз я мимо этого дома ходил? Да. Да? А я выходил, посмотрел, никого нет. Я пошел в магазин погреться. Я стоял, стоял, полицейский на меня уже коситься стал. Блин. Я что-то стою, стою. У меня есть с собой немножко груш, немножко ягод. Да, ничего, мы все вместе собираемся, поедем. Так что давайте раздевайтесь. Да, все. И навешал. Суббота, это сумасшедший день всегда. Да. Суббота, это сумасшедший день. здравствуйте ярослав алексей вот мы оказались в кабинете очень знакомо я вот навещаю здесь от сяковского владима ракимыча знаком такой в жуковском эфир и динамику он жуковском где вам удобно будет сесть я вам удобно будет находиться сейчас я провожу да хорошо садитесь пока о о о Продолжение следует... 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 Стоит магнит. Видите, он болтается. Да, да, да. Мы подобное нам уже показывали. Да. Значит, подобный эксперимент говорит о том, что эти кольца от динамиков 1956 года. Представляете? Производство динамики этих были. И вот они до сих пор работают. Это о чем говорить? О том, что тут колоссальная энергия, которая тут заложена, она от человека не зависит. Она природой дана, эта энергия. Вот вес магнита этого приличный. Грамм 150-180. Да даже пальцы продавливаешь очень. Да. Вот. А потом вступает. Ну да, да, да. А это мертвые точки. Ага. Определенная точка. Это говорит о том, что окружающая среда работает в этих магнитах. Мы просто видим это невооруженным планом. Ой-ой-ой, прошу прощения. Как всегда, не вовремя, не кто-то звонит. Сейчас, это может быть. Алло. Алло. Да, да, да. Да. Я понял. Ну, я посмотрю. Олег будет один. Олег будет, скорее всего, один. Он посмотрит дистанционно по расписанию. Хорошо. Хорошо. Мы проверим табло. Но мне потом не добраться никак. Как ты сказал? У тебя? Слушай, все, давай, мы посмотрим по расписанию, попробуем, постараемся. Давайте, а то у меня сейчас эфир идет. Ага. Попали в историю. Самолет летит из Индии, просто извиняюсь. Если я не отвечу, они будут беспокоиться, что их никто не встретит. Вот я вам задам неожиданный для вас вопрос, возможно. Курят. Значит, как получилось так, что наша Россия, самая большая страна в мире, занимала одну шестую часть земной суши? Почему другие страны, все маленькие, по сравнению с нашей? Оказывается, причина простая. Заложена именно в характере нашего народа. Вот вы представьте себе, вы попали зимой в тайгу. В лес, глухой лес, на десятки километров нету близко никакого жилья. Что вы будете делать? Вы проживете только 2-3 дня от силы. Тем более зимой. Погибнете от холода. Так же и любой человек. Значит, попадая в такие условия суровые, этот человек погибает. И в силу осознания вот этого фактора, те люди, которые проживали в этой стороне, эта сторона самая длинная по земному поясу, значит, они становились добрее. Почему? Потому что общение с другими людьми давало возможность выжить в этих условиях. И они вот этой своей добротой, своей отзывчивостью помогали жить другим окружающим. Не было злобы такой постоянной, не было угрозы никакой. И люди эти плодились большими семьями, значит, поскольку условия помогали выжить только большой семье. И эти дети расцелялись дальше. Постепенно, постепенно, без оружия, без выстрелов. Россия стала такой громадной страной. Без выстрелов. Пострелял там. Потому что никто другой там не мог выживать. Конечно. С другими принципами. Да. И вот организовалась такая громадная страна, которая могла все. И сейчас до сих пор еще может. Но почему-то правительство до сих пор не понимает этого. Вот я понять не могу, почему они не понимают. Давайте пофантазируем. Допустим, Владимир Владимирович услышал и понял, что все вокруг нас энергетическая среда. Да, действительно. Очень наглядно. Ну куда главнокомандующему-то? А тут наглядно. Все понятно. Два магнита энергетических. И принимает он дать решительный бой этой капиталистической, взорвавшейся буржуазии. Сколько он проживет? Вот в лесу два дня не проживет. А при таком раскладе сколько проживет? Понятно. Понимаете, да? А он скажет, народ, народ, это же для вас. А народ что ему ответит? Молчание. Правильно. Правильно. Это понятно. Поэтому чудо может произойти, если произойдет, массовый ликбез максимально, возможно, большего количества людей, что происходит. Обрисовать ситуацию, патовую ситуацию, что действующая экономическая система нас не вывезет. То есть строить новые заводы бессмысленно, уже перепроизводство. Ну и так далее. То есть во всем отраслям кризис. Единственное спасение, это только новые прорывные технологии. Энергетика в том числе. Это расшивает все вопросы. И надо производить широкий общественный опрос. Общественный опрос. В интернате у нас работает петиция, подпись, чтобы встретиться с Владимиром Владимировичем Путиным. Ну как действующим президентом. И вот в таком формате, как я вам продемонстрировал, вот так вот в присутствии охраны запустить ноутбук, включить. И начать вот общаться вот об этом сценарии. Чтобы узнать его человеческое мнение. Ну во-первых, знает он или не знает, мы в энергетической среде или нет. Вот как он ответит на такой прямой вопрос. И из этого несколько шагов следующих. И из этого миллионы сограждан, посмотрев, сделают выводы. И тогда будет на что опереться. Да, это точно. Чуть забегая вперед, скажите, пожалуйста, возможно ли создать устройство, которое будет просто в сборке, настройке, что опубликовав чертежи и рабочую схему, это могли бы повторить специалисты среднего технического уровня? Вполне возможно, да. Я начал с главного. Впервые где-то в 2003 году я познакомился с Теслой. Слышал я его фамилию, я не из измерения знал, но я не знал его работу. Оказывается, этот человек придумал весь переменный ток, который сейчас насыщен промышленностью до невозможности. Ведь мы производим миллиарды электродвигателей переменного тока. Картозам, ТТФА с фазным ротором и так далее и тому подобное. Очень много двигателей производим. Затем все трансформаторы созданы им, потому что они работают только на переменном токе. Такая мощная индустрия была создана при помощи переменного тока, о которой даже никто не мечтал. Ведь это он, в принципе, повторил подвиг Фарадея, который Фарадей... А можете напомнить, в чем подвиг Фарадея нашим зрителям был бы интересен? И я бы напомнил бы. И тогда было понятно, что он повторил. Да. Дело в том, что именно электромагнитную индукцию он открыл, которая способна обеспечить электроэнергией весь мир. И даже сейчас мы с вами уже в цивилизованной стране можем мечтать о таком большом деле, как электромагнитная индукция. Ведь это открытие перевернуло всю технику буквально, потихоньку, помаленьку. Но мы сейчас без электричества жить не можем благодаря вот этой индукции. Это Фарадей сделал. Ну, впервые неграмотный, полуграмотный человек, значит, в научном плане, значит, сделал такую вещь. Это надо было какое-то античинное... А детали знаете, как он это сделал? В принципе, да. Что его вот... Бегали из кабинета в кабинет, смотрели за отклонением гальвонометра с помощником. Ведь это интересно даже. В обычном порядке бегали из кабинета в кабинет, один засовывал магнит, а второй смотрел там. Потом совместили, значит, магнит и гальвонометр. Только тогда уже ощутимое явление началось. Ну, все же стрелка отклоняется, но подумаешь, помните, какая отклоняется, и ладно. Это для нас с вами. А для них это был стимул действия к дальнейшему. Все это вылить в определенное правило и доложить всем окружающим, на основе которого все и выросло, буквально. Значит, первый аппарат, этот более-менее паровой ватт создал, да? А вот электричество создал парады своим толчком, мощным, таким, значит, громадным толчком оказалась вот эта именно электромагнитная индукция. И вот в ответ на ваш вопрос я могу сказать, что когда я узнал вот эту тесловскую установку, трансформатор Тесла, значит, я, честно говоря, обрадовался и начал усиленно за письменным столом мотать катушки вот эти. И смотреть, что это такое. Вы представляете, радостей сколько было, что я новую познаю, хотя я в электричестве работаю 50 с лишним лет. Можете себе представить? Ну и вот, значит, когда я намотал одну катушку, значит, думаю, да, я подправлю другим, хотя бы сечением намотаю вторую катушку. Намотал вторую катушку и поставил на стол рядом с первой. А первую я уже сделал электричеством, запитал. Вот. И когда я первую катушку включил, чисто случайно, на второй катушке, на иголке на конце обмотки, вдруг загорелась корона. Угу. И с того ни с сего. Удивительно, просто удивительно. То есть вы проработали все предыдущие годы с электричеством и такого не могли даже предположить? Конечно, конечно. И я до стола был рад этому явлению. И вот тогда, в Гриотесле, я понял, что там именно эта энергия обнаруживается, которая вокруг нас существует. Это некий индикатор, как бы индикатор. Я еще пять катушек сделал, намотал вот за письменным столом, сидел по два, по три дня, каждую катушку мотал тщательно, с лаком, все как полагается, с изоляцией. Намотал шесть катушек, поставил вокруг основной, которую запитал электричеством, и они все шесть у меня горели, короны давали. А это говорит о том, что... А по приборам, значит, первая катушка центральная, которая была запитана, она и без этих катушек, и с этими катушками потребляла 120 ватт. Четко. Значит, эта энергия, вот этих шести катушек, круговую поставлена, оказалась бесплатной абсолютно. Ну, Милиниченко, похоже, как бы демонстрирует. Вот. А раз она бесплатная, что ж мы должны делать с вами? Использовать эту энергию. Вот. Но, когда я стал показывать этот опыт, и Ярцюковскому показывал, всем показывал, приглашал всех специально, все выслушав до момента, когда мне задавали вопрос, во сколько киловольт в этой катушке. И когда я говорил 160-170 киловольт, 150 киловольт, значит, взор этих товарищей потухал, и дальнейшее изложение моего рассказа уже проходило в бессмысленном плане. Вот. Они просто потухали и перестали интересоваться этим делом. Почему? Потому что, естественно, нормальный человек боится высокого напряжения, может убить. Ага. А все боятся этого. И когда ты скажешь человеку большое напряжение, все, он вырубается, перестает соображать. И уже речи о том, что собрать вот эту окружающую энергию у них не возникало. Значит, все вопросы сразу тухли, гасили. Я сделал на меньшее, установку на меньшее напряжение, тоже 6 катушек, на 40 киловольт. Тоже показывали, тоже бесполезно. Высокое напряжение, это все глухо. Все приходящие товарищи тухли. И тогда я вычитал в этом интернете хорошую установку. Значит, Николай Громов, по-моему, написал, автор этой статьи был. Эта статья гласила о том, что, значит, можно на обычном трансформаторе, на двух, на трех, значит, получать энергию. И действительно, значит, когда сопоставишь его установку с детекторным приемником, это, в принципе, оказывается одно и то же. Что детекторный приемник, что вот эта установка Громова, которую он опубликовал в 2006 году, вот, одно и то же оказалось, в принципе. Но вся беда в том, что когда я эту установку сделал, приготовил, на отдельной тележке поставил все, лампы у меня зажигались, горели четыре киловатта лампы, громадные лампы, все по 500, по 300 ватт были. Иногда даже лопались от того, что перенапряжение получалось, резонанс как схватит хороший, добьюсь, вот на столе делаю, резонанс хороший, эти лампы с резком, с громом лопались от перенапряжения. Показывал, тоже всем рассказывал, но видя на этой тележке три-четыре больших трансформаторов двухкиловаттных, которые я там поставил, тоже терялись, что такого изготовить, в принципе, сложно. Установка тоже оказалась никому не нужной, никто не повторил ее. и тогда последний вариант появился, чтобы любой Вася в деревне мог сделать эту установку возник. Взял вот этот один трансформатор высоковольтный, поставил на него эти самые пьезоэлементы, вот, а трансформатор любой гудит всегда, то есть, его длина шеобразных пластин, которые, значит, заложены в любом трансформаторе, за счет магнитного поля то удлиняется, то укорачивается длина этих пластин, значит, вибрация получается своеобразно, гудение, то есть, амплитуда вибрации оказалась приличная, можно было до миллиметра даже получать эту амплитуду колебаний и трансформатор, чем больше трансформатор, тем сильнее амплитуда колебаний, то есть, разница по высоте получается, и вот, когда поставишь пьезоэлементы туда, на этот трансформатор, естественно, получается выработка электричества, как вот пьезо-зажигалку, ты один элемент нажимаешь пьезо-зажигалки, а тут их много пляшет, и все они дают электричество, разумно? разумно, Вася в деревне сделает это, сделает полно, но если будет элементная база, то сможет стоять, а элементная база у нас есть, трансформаторы выпускаются миллиардами экземпляров, а пьезоэлементы, тем более, они сейчас уже копейки стали стоить, пьезоэлементы, покупай, встав, делай, запитывай и работай. Вы готовы стать на ухо? Владимир Владимирович, а есть на подошву вот эти пьезоэлементы поставить и прямо просто ходить и вырабатывать электричество, есть такой вариант просто в подошву и встраивать, чтобы при ходьбе вырабатывать с ампанома на сгрядке или подпитывание в блокшейтниках, ну для обеспечения связи, например? А я об этом рассказываю, что трансформатор трясет пьезоэлементы, а они вырабатывают электричество. Не, на подошву, то есть знакомы ли вам современные элементные базы, можно ли это встроить в подошву, чтобы можно было подзаряжать мобильный телефон, планшет? Понимаю ваш вопрос, но не советую это делать. Почему? Потому что ты отдельные толчки делаешь, когда шагаешь, а значит пьезоэлемент любит, когда его чаще трясут, он больше энергии дает. А если ты раз в две секунды делаешь ему встрязку, какая энергия будет? То есть он прирожден фактически? Мы сначала в аккумулятор заряжать, или в конденсаторную батарею с пьезоэлементом, а потом уже на зарядку планшетника и мобильного телефона. Сразу отвечаю, аккумулятор это хорошо, но когда ты микроватт на этот аккумулятор даешь, в проводах потери больше получится. А тут чем чаще колебания получает пьезоэлемент, тем больше он энергии вырабатывает. Вот если значит за секунду у нас происходит очень много колебаний, максимальное число колебаний вырабатывает 750 киловатт в секунду. Можете себе представить или нет? Можно представить. Поэтому пьезоэлементы и греются, когда хорошая работа идет, настоящая работа идет. Вот такая штука. поэтому ни в одежду, ни в асфальт нет смысла закапывать эти пьезоэлементы. Лучше их посадить на трансформатор и пусть спокойно вырабатывает энергию. Кстати, я проверил на практике все это хозяйство и обнаружил вот мои пьезоэлементы, которые я от кухонной пьезы зажигалки использовал. Они вырабатывают ток на частоте 2900 герц это 2,9 килогерца это их собственная частота колебаний пьезоэлементов с которой они вырабатывают электричество. А она уже потом у меня 50 раз переходит за счет разрядника. таким образом. И естественно каждый человек может повторить эту штуку. А закольцевать систему то есть что мы получим с выхода пьезоэлементов мы получим превышение или нет? Не очень. А как тогда обеспечить автономность? в тютельки. Вот. А как тогда светлая мечта человечества? А очень просто. Вот тогда детекторные приемники горятся. Он же усиливает в две с лишним тысячи раз сигналы когда он получает он усиливает своим контуром то есть этим катушкой и конденсатором усиливает этот сигнал в две с лишним тысячи раз. Поэтому мы на наушник даже слышим. Когда я в техникуме впервые этот приемник сделал в кружке занимался ко мне в общежитии все приходили и слушали радио впервые потому что еще общего радио не было у нас новый район Киров был там еще не радиофицировали и ко мне все студенты наши бегали постоянно слушать диктора или музыку там что было в натуре. Так вот этот детекторный приемник сейчас благодаря полученной энергии от пьезоэлементов начинает усиленно работать стабильно работает капитально работает усиливает это сигнал пьезоэлемента и выдает нам энергию пожалуйста пользуйтесь этой энергией кто мешает никто не мешает что может держать это ничего не это просто естественный процесс развития техники то есть этот простой детекторный приемник плюс пьезоэлементы современные они вкупе в совместном действии дают такой колоссальный эффект который придумать даже трудно придумать трудно а вот это естественно получается таким образом все записали скажите пожалуйста еще нужны какие-нибудь подробности разъяснения я не думаю что уже яснее быть уже и не может вот есть вопрос от Виталия Фадеева когда износится пьезоэлемент не понял когда износится пьезоэлемент а это по-разному одни пьезоэлементы хорошо работает другие пьезоэлементы быстро сворачиваются в этом и состоит секрет нашей промышленности что найти такие пьезоэлементы которые будут работать и 100 и 200 лет без всякого износа любой пьезоэлемент если он нормальный более-менее устойчивый он работает где-то долго очень работает в полсилы когда работает не на всю катушку не на 750 киловатт как вот я только что сказал а если он будет работать киловатт на 20 на 30 по всей шкале колебаний то это будет естественно долговечность надо только не перегружать любая пьезоэлемент так вот я смотрю к нам присоединился Игорь Колобов здравствуйте здравствуйте всем Рудольф Клавневич да? да 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 все правильно скажите правильно я понял вы хотите преобразовывать магнитострикционное свойство с аптечника в трансформаторе в пьезоэлектрические свойства и дальше в электроэнергию да конечно значит колебания железа значит способны бить по этим пьезоэлементам и вырабатывать давать им возможность вырабатывать электричество дело в том что все эти магнитные домины которые в любом железе присутствует значит они не круглые не шарообразные домины объединяющие молекулы а они в виде яйца эллиптические и когда они поворачиваются значит вдоль этого железа трансформаторного они удлиняют железо заставляют удлиняться его поэтому создается такой характерный шум вот старые сварочные трансформаторы очень шумели раньше если сварщик начал варить то трансформатор аж подскакивает орет очень громко почему потому что вот эти домины когда разворачиваются туда-сюда они заставляют железо удлиняться и поэтому такой звук происходит вот это надо нам использовать запустил трансформатор и от пьезо элементов нагрузку дал на этот же трансформатор на этот же самый и с него усиленная нагрузка уже снимается на лампы там или на электродвигатели но то кто проходящий через нагрузку он как раз усилит нам вот эти колебания трансформаторные и которые снова пьезоэлемент заставят еще лучше работать вот такой замкнутый цикл получается то есть сами понимаете вот это явление магнитострикции да вот это явление изменения размеров называется физики магнитострикция да сердечники там эсперметюра допустим а как вы делаете контакт с пьезо так чтобы без потерь одну механическую энергию превратить в другую а потом в электрическую за счет чего у вас дополнительная энергия другими словами Дополнительная энергия получается только в результате резонанса если вы резонанс создали электрический значит у вас дополнительная энергия получается второй метод значит это Это механический резонанс. Два резонанса там всегда работают. Если еще на трансформаторе параллельно с пьезоэлементами стоят механические вибраторы, которые можно там всегда поставить, то получается, что механически мы пьезоэлементы как бы усилены в стряске, а стряска при помощи электрического резонанса колебательного контура на трансформаторе создает дополнительную энергию. Это называется добротностью колебательного контура. И все это в сочетании двух механического и электрического колебаний вырабатывает нам добротность, то есть увеличение той мощности, которая нам необходима. Такая вещь простая. Как-то странно слышать. Добротность не вырабатывает энергию. Потом на каждом участке перехода одной энергии в другую, механической энергии, магнитостракционного сердечника, в пьезо, через прослойку воздуха, нагрев, вы везде будете иметь потери. Вот объясните, где источник дополнительной энергии? Значит, добротность – это есть отношение полученной энергии к затраченной. Виноват. Игорь пропустил, не слышал, что мы живем в океане энергии. Откуда резонанс? А, вон что. Ну, как бы, это правильный вопрос. Вот человек вышел из института, вы же сколько лет проработали после института и отыслили, не слышали. И о среде тоже не слышали, как бы. Вот Игорь задает классический такой нормальный вопрос. Что там резонирует? Вы называете слово «резонанс», но надо понять, что на другом конце, с чем оно резонирует. Понятно. Хорошо, чуть-чуть, может, перефразирую. Вы взаимодействуете с магнитным полем Земли или еще чем-то. Откуда вот замкнутая система у вас черпает дополнительную энергию? Ага, объясняю. Вы когда-нибудь делали детекторный приемник? Там тысячи и миллионы людей измеряли пришедшее напряжение и ток текущий с антенны на заземление с выходом, который происходит уже на телефонный наушник. Значит, приходит сигнал с антенны примерно 30, ну от силы 40 микроватт. Микро – это 10 минус 6 степень ампера. Значит, напряжение, которое образуется на антенне, проходя по катушке в землю, определяется размером примерно 500-700 микровольт. Микро тоже. Это 10 минус 6 степень. Вот умножьте, вы получите ту мощность, которая приходит к вам с антенны, с передатчика, с любого источника колебаний приходит к вам непосредственно в контур. А с контура уже, с колебательного контура, конденсатора переменной емкости и катушки, вы через детектор, вот этот выпрямитель, на наушник получаете полтора вольта в среднем. Можно до 5, до 50 вольт получать даже напряжение. И сила тока примерно 0,02 ампера. То есть, значит, мили уже, милиампер. Умножьте напряжение на ток и разделите на входящий. Сейчас, Игорь говорит, что у всех... Вы забыли про собственный источник питания любого приемника. Ведь он же расходуется. Детекторный приемник без источника питания работает. Что вы, забыли об этом? То есть, чисто электромагнитная внешняя среда, вы говорите, увеличивается за счет радиодеталей? Да. За счет магнитного поля катушки. Катушка с конденсатором, как семейная пара, муж с женой, работать начинают дружно. И вырабатывают вот эту энергию, которая питает нам наушник. Также точно и на трансформаторе, который гудит, вырабатывает пьезоэлементы, является той антенной, откуда берется энергия. А этот антенный ток, уже усиливаясь в этом контуре колебательном, выдает нам ту мощность необходимую, которую мы используем. Вот вся проблема. Железные батареи тоже используют внешнюю энергию. Все-таки хотелось узнать, есть имя источника, кроме внешнего электромагнитного поля, которое является источником подправительной энергии? Без сомнений есть. Причем очень много в нашей... Я только что магнит показывал. Имя его? Имя. Провоцирует. Провоцирует. Ну понятно. Провоцирует, говорит, имя назови, Бога покажи, говорит, Бога за бороду приведи сюда. А вот, 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 вот Бог стоит, вот он, видите, показываю. Вот он Бог вам. Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Вот он.